На пике эры беспроводных наушников с активным шумоподавлением, когда рынок наводнен и конкуренция зашкаливает, Marshall решились выпустить свою модель. Новинка Marshall Monitor 2 ANC. Это попытка составить конкуренцию таким грандам, как Sony, Beyerdynamic, Sennheiser и Bose. Дизайн беспроводных наушников невозможно спутать с другими. Все тот же облик гитарных комбиков, все тот же рок-н-ролл. Хочется моментально схватить их, сфотографировать и выложить в инстаграм, что я и сделал. Белые надписи Marshall фирменным шрифтом смотрятся гармонично. Обратите внимание на медную пуговку на правой стороне. Это кнопка джойстик. Расскажу об этом дальше в рубрике управление. Сборка и материалы следует традициям Marshall. Бомба! Приятное покрытие чашек и оголовья. Последнее, кстати, тщательно прошито. В основе конструкции крепкая стальная рама с шарнирами. Да-да, чаши крутятся-вертятся во всех плоскостях, добавляя комфорта при прослушивании. Наушники полноразмерные, при этом складные. Для транспортировки в комплекте прикольный чехол из катона с типичной хипстерской лейбой. В сложном виде Marshall занимает минимум места. Marshall получили рекордную автономность. При активном подавлении шумов музыка будет звучать до 30 часов. При выключенном ANC полных 45 часов. Результат откровенно показательный. Если слушать музыку по 2 часа в день, получается одной зарядки хватит на 15-20 дней. А благодаря USB Type-C 15 минут от сети и наушники могут играть 5 часов. Мимоходом в аэропорту выпили кофе, пока наушники заряжаются. И заряда достаточно, чтобы облететь полмира. Для поклонников классического проводного подключения в комплекте фирменный кабель. Мягкие амбушюры с эффектом памяти формы уха. И оголовье с подобным материалом внутри. При всем при этом, примерно через 20 минут прослушивания, наушники начинают давить на макушку. Хотя посадка наушников это всегда индивидуально. Все из-за относительно тяжелой стальной конструкции. Не то, чтобы они как гиря на голове давят на шею, но модель получилась увесистая. Зато корпус прочный. Амбушюры охватывают уши. В этом плане к инженерам нет вопросов. Пассивная изоляция внешних шумов достаточная. В любой момент наушники можно снять и переместить на шею. Чашки-то выворачиваются и не мешают. Для управления производитель интегрировал на чашку наушников специальный нажимной джойстик, которым удобно пользоваться как зимой, так и летом. Это вам не сенсорное управление. Переключение треков, регулировка громкости, включение-выключение питания, прием и сброс звонков. Все это джойстик. Если присмотреться, найдете еще пару завуалированных кнопок. ANC отвечает за шумоподавление. Кнопка M настраивается на свое усмотрение. Вдруг фирменное приложение Marshall Bluetooth. В нем настраиваются дополнительные параметры. Кнопку M можно запрограммировать как переключение между режимами эквалайзера, а также активация голосовых ассистентов Siri и Google Assistant. В приложении есть таймер автоотключения наушников. Видимо, для тех, кто любит засыпать под музыку. За беспроводную передачу звука отвечает Bluetooth 5-й версии, но с поддержкой только кодека SBC. Увы, в 2020 году сюда забыли поставить преслабутые кодеки AAC и A5X. При этом беспроводная передача данных работает без перебоев и без торможений. Во время просмотра видео звук не отстает. Название модели Monitor не делает их мониторными, то есть для работы со звуком. Речь только о прослушивании музыки, о фанатах марки и о новых поклонниках, которые не смогли устоять перед крутым дизайном наушников. Короче говоря, их звучание я бы назвал нейтральным. Наличие эквалайзеров в приложении не повод крутить настройки. Самый оптимальный вариант здесь – настройки по умолчанию. Даже на высокой громкости наушники не кашляют и не хрипят. Передача звука и частот зависят от стиля музыки. Низкие частоты, как ни крути, присутствуют всегда. Это основа. В стилях, замешанных ножевых инструментах, любое роковое проявление в частности может не хватать высоких. А именно звучание медных хетов. Середина отчетлива. Прислушиваться к вокальным партиям надобности не будет. Удивило отсутствие автоматической паузы при снятии наушников с головы. Главная фишка модели – активное шумоподавление. Отлично справляется со своей задачей даже на шумном бульваре в 6 полос с плотным трафиком. Гул мотора в шум мегаполиса отсекаются налегке. Заметил один момент. Как с шумоподавлением, так и без него музыка в наушниках играет одинаково четко. Я к тому, что качество воспроизведения музыки при включении шумоподавления страдает. Здесь это исключено. А теперь самое главное. Послушать и купить эти наушники вы можете в аудиосалонах SoundMac в Киеве, Днепре и Одессе. Субтитры создавал DimaTorzok